ты первый смотрите так нормально нормально да 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 пусть сами берут карту и пусть сами смотрят я буду называть о взгляде женском на военную ситуацию в мире здравствуйте дорогие друзья сегодня 23 мая 2021 года наталья борисовна ковалева бронюкайте не женский взгляд на военные вещи в мире с перспективой на дальнюю и ближнюю историю наталья борисовна о чем сегодня вы хотите рассказать я все же хочу поскольку у нас патриархат в государственной власти то в струе наших наших выступлений женщин ученых в том числе это и историки это и те кто занимался политэкономии то есть политикой в экономике была такая наука очень интересная советская она очень отличается от западных политэкономий и в этом русле продолжая наблюдать и продолжая следить за механизмом за механизмом распределения финансовых потоков в мире это была одна из моих тем как раз преподавания и в дипломатической академии мида я естественно следила за всем что творится с мусульманскими событиями ну примерно 30 лет уже очень плотно в связи с этим меня заинтересовали ознакомливаясь просто так даже поверхностно с пророчествами нострадамуса мне во первых что понравилось у него как ученому как ученому мне понравилось что он использует во многих таких самых коренных точках касающихся войн он использует слово если это правильно любое пророчество допускает и должно допускать варианты варианты влияния нашей воли свободной которая нам дала дана всевышним который все же выше гораздо вселенских событий и она именно у нас в россии она имеет особый смысл и я хочу чуть-чуть только сказать предварительно прежде чем говорить про военную ситуацию касающиеся особенно касающиеся нас нас именно в россии мы отличаемся коренным образом от других народов от других стран тем что свободу воли в поиске меры между разными противостоящими вещами вот этот поиск дар свободы воли у нас сохраняется всем народом и сохранялся особым способом пребывания у себя на земле именно как это при коммунистических документах сказано именно демократического демократического централизма а если по простому сказать это подсобно общинное хозяйствование когда общность есть и в то же время личность имеет свое подсобное существование которое позволяет иметь копное право во всем во всяком решении по выбору вот этот выбор сейчас мне кажется я думаю так и многие может быть согласятся со мной он очень важен потому что ситуация очень опасная очень опасно прежде всего для нашего как недавно сказал путин подтвердил заметьте русского народа который являлся государства образовавшим россию и не только россии но и ссср вот поэтому с этой позиции я хочу заявить некоторые вещи у нас много говорят о том что нам надо защищаться именно против мусульманского террориста хотя многие понимают кто главный террорист у нас вообще говоря в мире и даже говорят об этом открыто как говорится ну мы не дипломаты мы можем более открыто заявлять мы знаем и повторяем мы знаем кто бомбил кого что случалось где перевороты делались я не стану повторяться в этих вещах вы сами это хорошо знаете это громко это известно так вот за всякий тот террор который наводит такой необыкновенный хаос в странах ближнего востока вокруг всей нашей границы мы знаем что и в прибалтике народы живут не так как им было обещано не и приняли их настолько хорошо в европе как обещали и сама европа сейчас находится попал в связи с мусульманскими беженцами весьма больших проблемах и очень больших проблемах и америка не собирается решать за них эти проблемы вот основная мысль которую хотелось бы заявить о которой я буду говорить и и буду доказывать и показывать это такая мысль мусульман разоренных обескровленных в своем хозяйствование тем более уже выросло много поколений которая привыкла жить на нефти доллары на опиумных долларах и так далее уже просто разучилась хозяйствовать на земле этой кормилицы основы кормления и голод он надвигается об этом говорится и не один раз и в конечном счете мы видим что этот это направление оно безусловно начинает охватывать все страны мира по крайней мере разоренные в первую очередь мы видим что даже в индии деревни бросают люди вынуждены так все устроено не буду говорить насколько там зло намеренность насколько соблазны обманы действуют утопии но тоже бросают деревни и собираются вокруг городов то есть ситуация напряженная и кормить всех просто так гуманитарной помощью навряд ли какая-то страна осилит хотя у нас все больше и больше есть такие намерения вот взвесить меру между тем насколько надо жертвовать и за счет кого именно надо жертвовать другим странам и насколько нам страшны те военные ситуации которые созрели и я внимательно смотрю стараюсь быть стараюсь объективно судить считаю что в сирии правильно мы показали не ходите на нас и надо думать очень многие страны это все поняли но есть те кто воюет чужими руками бросает как пушечное мясо другие народы это же я об этом не буду говорить об этом говорят на ток-шоу по политологи у нас но соединяя финансы экономику и политику они отдельно никогда не существовали это величайшая лапша на ушах когда политику отделяют от финансов и экономики это просто игры такие в обманку кто кого обманет лучше и сейчас мы видим насколько этот обман уже не собираются поддерживать по крайней мере американцы откровенно с санкциями пытаются выиграть себе финансы экономику и так далее так вот я главное заявление которое мне хотелось бы от имени женского от от имени женского мышления от имени женского предвидения которое ей дано больше от имени того полушария мозга которая есть женская и у мужчин где есть причина следственная логика более женская присущая женскому началу я хочу заявить нищая россия не нужна мужчине мусульманом только за деньги которые выплачивают главный террорист мира пусть за чужой счет за какой-то только тогда у нас внутри работают террористические организации или отдельные террористы и только за то чтобы потом пойти и где-то получать большие деньги или бороться с тем злом на которые его навострили но их не обманешь в целом они прекрасно понимают кто и как не зря они пошли по и беженцы посмотрите куда они идут вы видите у нас беженцев у нас только есть гастарбайтеры которые зарабатывают у нас не беженцами и мы тут распоряжаемся у нас есть все права мы не бомбили мы не лишали их даже существование в ссср они сами ушли и сами имеют свою ситуацию более того русские выдавлены были из многих республик южных выдавливались и из прибалтийских республик и вы все это знаете и этого не надо забывать не надо забывать что делали с нашими афганцами как с ними обходились одно время как оскорбляли и унижали так вот я еще раз повторяю мусульманам наша нещая обнищавшая россия в регионах я не имею ввиду спрятанную в москву или вооруженные окраины петербургские или богатые города другие которые хорошо защищены я еще вернусь к ним это на кубани есть такие но они хорошо защищены посмотрите оказывается весь юг россии не представляет никакого интереса и теперь я могу говорить о второй части этого заявления это очень важно что по-настоящему мусульманское движение причем поддержанное свыше как справедливое в некоторой степени не буду говорить прямо всевышним но в любом случае поддержанное богами за то что они были действительно разорены уничтожена была их привычная жизнь и так далее они пойдут с кораном в руках против тех против которых призывал мохаммед против тех кто сейчас их бомбил это будет это будет оправдание но это будет поход я вас уверяю пока работают деньги пока есть мировая финансовая система еще не так остро стоит но вы посмотрите я предлагаю вам взять книгу интересную стивена полоса где он рассматривает нострадаму с 1996 год правда он считает там будет должна была быть комета и из-за этого события финансовые так далее ускорятся но на самом деле она не потеряла актуальность там собрано большая научная собран научная группа экологических экологов ученых в том числе предания мохаммеда использованы откровения от иоанна использована при этом и он говорит в своих катринах их множество катрина которые имеют отношение именно к будущему мусульманскому внимание не войне а по ходу по ходу не имеющего вооружения современного не имеющего еды походной и имеющего коран в руки вот коран призывал в испании у мохаммеда есть пророчество что гранада будет возвращена мусульманам опять вот есть сатана который сидит в риме согласно уже преданиям всем мусульманский есть предания о походе маха махди махди это синий тюрбан и есть мусульманский иисус из африки это белый тюрбан и вот вы сами можете выделить все катрины переведенный на русский язык которые относятся именно к этим именно к арабским или варвары он там называет но чаще всего арабы и те точки самое интересное обратите внимание на географию этого похода как он постепенно упоминает в катринах географические точки стивен полос нам дал правил прекрасную работу он перевел древние имен именование географические на современные и мы вздрагиваем впервые я можно сказать вздрогнула вспомнила вдруг один из катринов у нострадамуса когда случилась история с косово потому что он в одном из катринов пишет что махди опустит свой жезл именно именно в этой в этих точках хорватии так и сказано в хорватии опустит свой жезл хорватия захватывала конечно больше чем косово также он пишет и об албанцах которые затем пойдут на рим албанцы мы знаем сейчас это мусульмане практически мусульманская страна удивительным образом когда он описывает этот поход что он проходит прямо даже со стороны ксерксов ксерксы это родина чингисхана это если вы посмотрите это уже в азии это там где ныне находится монгольская республика а мы не забудем что в северо что в северо западной стороне китая находится часть тоже мусульманская более того как мы знаем в индии отделился пакистан и стал мусульманским как мы знаем многие в странах приняли мусульманство и на это были и объективные причины потому что многие увидели более больше справедливости именно в коране и сейчас это с тех пор как я про косово увидела я старалась внимательно копить все что идет вокруг по границам это примерно лет 30 назад было и на карте образовался такой поход вот вы возьмите сами эти катрины если будет возможность я потом когда-то нибудь все эти катрины вам зачитаю или просто этот список мы посмотрим и приложим и приложим этот список так вот нынче что меня опять обеспокоило очень сильно то есть я вижу ускорение времен ускорение времен как обещано было между прочим в новом совете в библии ради праведных чтобы они выжили ускоряются времена я считаю самым сейчас терпеливым самым жертвенным потому что у нас не не уничтожить нашу власть государственную мог только народ который подспудно понимал все же в большой части насколько тяжела ситуация и насколько надо сосредоточиться и немножко затянуть пояса где-то и вооружаться 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 громадные средства идут наша армия действительно молодцы и так далее но до какой поры надо столько жертв класть за счет того что наш народ и это не скрывает наш премьер например что доходы людей падают а падать им некуда вот это женское заявление да нам надо подумать о том что мы должны не уничтожить все же наш русский народ особенно тех кто остались на землях разоренных и когда будет вот есть такая вилка если финансы мировые упадут мгновенно деревянными станет то вспомните деревянные времена в советском союзе и представьте что это такое что ни одна валюта не сможет купить еду просто еду не сможет купить параллельно да нам обещают то биткоины то еще что то но вы знаете вы видите как она легко качается эта валюта и что там тоже есть замыслы подспудные и не о нас там задумано не нас спасать поэтому надо подумать о том чтобы земли наши как-то немного не просто так на запчастях фермеров поднять там два три на множество гектаров фермера а вокруг голодные и безработные и пьющие во многом отчаявшиеся наши дети крестьян а нам надо подумать как там организовываться уже сейчас сейчас когда такая опасная ситуация почему потому что если финансы упадут мгновенно начнется тот самый мусульманский поход на европу и этому походу надо по дороге кушать более того он идет без вооружения а вооружение в это время бесплатно не работает мы можем вспомнить как у нас самолеты не летали на керосин денег не было тренироваться и так далее и такие вещи быстро не делаются информационные системы быстро разрушаются потому что не могут без денег работать тоже все основано пока что на деньгах как только деньги начинают капитально обрываться капитально можно ждать этого похода но как сказано у настрадамуса в одном из катренов твердо сказано о юг аквилона он называл россию аквилоном бьется третья мировая вы понимаете бьется всего лишь бьется о юг вот мы стоим перед такой двойной двойной перед выбором нам спасать наш народ или окончательно все отдать на вооружение уничтожая с наше село уничтожая наш по-настоящему русский народ который в городах стал не русским и не народом а просто толпой и населением которое уже только ля 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 находит какое-то единение и какое-то время от времени виртуальное такое единение ну вот наш крым было ну а так что сидя на диванах в ожидании какой-то социальной помощи да где она где она может быть какое государство такое в котором нежелательный живет народ такой мощный создавший такие такое государство в свое время имеющий такие способности что за них платят большие деньги и китай не забудьте у нас еще один есть сбоку который готов сейчас вот только что вы сообщили прошли сообщения он готов занять место уходящих американских баз а китай нам тоже не такой друг более того ну я не буду в этой теме раскрывать наши отношения с китаем но на прошлой съемке я показала вам в каких мы отношениях находимся между собой китай и мы и возвращаясь к мусульманскому походу я хочу отметить вам вот такие интересные вещи вот как всегда оказывается поляки вступят в сговор с махди с этими мусульманами как всегда придется спасать и англичан потому что он пишет что у них тоже просто все оборвется вы можете себе представить обрыв вообще торгово денежных всех связей и информационных связей теперь даже если не если мы именно россия всеми своими богатствами мозгами будет воевать во всех базах сейчас по азии я удивляюсь что я вижу в ток шоу у соловьева постоянно кедми да и сатановский да и сам соловьев ах как они ратуют за военные базы там на ближнем востоке и они будут провоцировать постоянно там будут измождать наши будут погибать и все это будет нечаянно как всегда и обхитряться все так спровоцировать что они окажутся ни при чем их надо спасать наши должны погибать там сейчас почему должны почему за чужих вот в сирии мы показали во первых сирия имела договор с нами прочный и ненарушимый до тех пор вот как раз когда путин отдал указ защитить нашего союзника более того отработаны наше оружие отработано продемонстрировано всему миру и с тех пор с нами по-другому разговаривают это был нужный шаг но не забудем что например Ванга сказала про Сирию интересную вещь и не один раз там дважды по-моему было что третья мировая начнется когда пойдет Сирия это очень важное заявление потому что оно говорит о том что какую роль сыграет и Турция во всем этом и как будут проходить эти походы я верю что лучше есть чем я люди разбирающиеся в военных событиях но то что Кедми Сатановский с пеной у рта отстаивают чтобы мы еще вооружались восхищались нашим вооружением чтобы польстить нашим разработчикам польстить нашему президенту нашему правительству руководству и нашему народу и они они восхваляют этих политологов так сказать наших бывших советских евреев которые защищают Израиль а Израиль это безусловно одна из рук из Америки одна одна из рук это посредник американский безусловно посредник тех кто правит на самом деле сейчас и финансами и технологиями разработками очень хитро правит настолько хитро что пока что лапша на ушах вот у всех висит и поэтому эта война этот поход может быть двояко начинаться и с одной стороны начнется сам поход мусульманский и тогда обрушится любая финансовая глобальная система и тогда обрушится действие всех вооруженных сил требующих без конца товару обмена вот в чем дело тут дело даже не столько в деньгах сколько в налаженном только информационно за деньги товарообмена понимаете нету это вам не советский союз где отдан приказ и направленность самолета обеспечены керосином там обеспечены всем чем надо и все это за счет этого безнала то есть денег которые печатает наше печатала наше казначейство можно сказать без денег вот это очень важно будущее я постараюсь более подробно потом увижу комментарии ваши и мы постараемся может быть более подробно изложить вот эту карту эти конкретные стрелочки я только хочу сказать вот сейчас когда была такая распря между Азербайджаном и Арменией я хочу сказать следующую вещь даже две вот именно Алания а в нее входит и Грузия и Азербайджан и Армения именно через Аланию и должен пролегать вот в этом месте этот поход это отмечено в Катренах Нострадамуса и он далее пойдет по югу южному берегу Черного моря это вся география конкретно названа в городах Трапезунд Трабант поэтому вот кто соображает армяне радуйтесь что вас вытеснили к нам вытесняют радуйтесь потому что все равно этот поход будет в том или в другом виде будет он и когда еще русский народ сможет сам повлиять на эту ситуацию сыграть свои карты в этой в этом деле и даже если дойдет до того что весь русский народ в активном состоянии ну я имею ввиду европейскую часть это в основном она подвержена уже очень сильно очень сильно подвержена опустошению на земле скопилась в городах и даже если будет уничтожена вот эта русская сила это конечно ужасно вот я против этого я женщина я хочу чтобы мое потомство и чтобы моя Россия настолько не упала поэтому я призываю все кто может и вот хотим обратиться и к руководству страны внимательно рассмотреть более сбалансированно всю эту ситуацию насчет вооружения и наконец сказать да ясное дело они просто нас отвлекают играясь и запугивая что вот может быть война на нас американцы я имею ввиду да и Китай тоже не посмеет пока есть у нас наша все же власть наша нечего рассчитывать им на какие-то военные действия никто не отважится сейчас это просто отвлекалово от нашего решения более разумного нашего женского взгляда и я прошу внимательно отнестись к этому не зря Настрадамус вообще трижды Генриху своему сыну и в Катренах трижды писал про этот мусульманский поход 27-летний не зря он и написал то что в конечном счете после этих лет кровавых и страшных Россия набив силу с севера придет и окончательно добьет всех завоевателей освободит Европу ну как всегда вот пожалуйста я хотела бы узнать если вас волнует эта тема можем более подробно потом на ней остановиться и вот давайте задевайте своих мужчин мужиков особенно военных втягивайте в такие размышления наши размышления все спасибо большое всем кто участвует в наших просмотрах спасибо Наталья Борисовна чтоб снято снято чтоб снято снято